Добрый день, друзья! Сегодня я в гостях у своего брата. С самого детства для меня пример и такой соперник, с которым мы всегда соперничали по всем направлениям и по здоровью тоже самое, поэтому есть о чем поговорить. У него сейчас день рождения, вообще 40 лет, но как он говорит, что лучше себя не чувствовал никогда в своем возрасте сейчас. И попробуем выяснить, откуда такое состояние, разузнать его образ жизни. Каждый для себя, возможно, что-то подчеркнет, какие-то моменты. Все-таки чей-то опыт это гораздо интереснее и важнее, чем читать книги и слушать какие-то неизвестные истории. А здесь вот личный опыт, человек, которого я знаю, который рос рядом со мной и вырос, да, и очень много на себе испробовал, не теоретически, а практически. Давай сначала разберем твой опыт, как ты развивался традиционно, можно сказать, по традиционным каким-то взглядам, во что ты уперся и в каком состоянии ты оказался, да. То есть тренируясь традиционно, питаясь традиционно и образ жизни, в общем-то, как у всех. Ну, понятно, сейчас тогда кратенько хронологию пройдемся. Ну, как, тренировался, как обычно, как все тренируются. Изначально мы тренировались просто, не было там вообще никаких нижек, еще даже образования не было. Ну, просто приходили на турник, там подтягивались какие-то лесенки, шмесинки, грубо говоря. Ну, а потом, когда я устроился уже там в фитнес-клуб, то есть работал тренером, начала поступать вот эта официальная как бы информация и по тренировкам, и по питанию, соответственно. И, ну, то же самое, вместе со всеми тренировался и на протяжении даже нескольких лет, нескольких лет не замечал, не замечал, куда я двигаюсь, так скажем. То есть все вокруг там в клубе говорили, о, ты там, если накачиваешься, где-то больше встал, все говорю, о, нормально, похож на тренера, грубо говоря. А внутреннее это состояние так здоровья, оно ухудшалось, ухудшалось, ухудшалось. И самое интересное, что я несколько лет этого не замечал. То есть был такой, ну, под воздействием вот этого. Ну, не было никаких конкретных болезней, просто ты... Ну, болезни еще не было, да, так скажем, вот эти какие-то предпосылки или какие-то подсказки вот были, когда вот как раз с тобой там где-то на гору какую-то полезли. Ты полез, грубо говоря, на гору и понимаешь, что думаешь, блин, я же вроде тренировался, а почему у меня там... Где моя выносливость, где мое здоровье, грубо говоря, начинаешь смотреть, а было раньше лучше, когда, допустим, там не проходил каких-то обучений, не пользовался вот этими знаниями, которые вот сейчас, ну, официально сейчас, ну, по тренировкам как бы приняты. И вот это такие вот немножко такие, как маячки, подсказочки, они потихоньку копились, 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 и в какой-то момент я осознал, что я что-то делаю неправильно. То есть вот это общее направление, оно ведет меня куда-то, куда-то не туда, потому что и форма, ну, набралась там, я не знаю, фотографии, если вставишь, какие-то показать, там, под 95 килограмм я набрал вес, собственно, где-то с 79 я стартанул, и вот 95, ну, типа массу, массу, массу набрать. Ну, все хотели накачаться, как шварснеггер, все хотели накачаться, плюс я, да, плюс я еще тренером работаю, и вроде как солидно быть накачанным таким тренером, выглядеть как бы хорошо. А помимо вот этого тренажерного зала начинаешь подмечать там, что ты опа, чисто функциональные твои какие-то возможности, они все хуже и хуже, хуже. То есть пойти куда-то в поход, пробежаться, прыгнуть, грубо говоря, сделать какое-то движение, там, выходы на турниках мы делали, я подошел такой в 95 килограмм раз, я ни одного выхода не сделал, хотя я помню, там, штук 15 их зафигачивал, грубо говоря, раньше, так скажем, да, когда не знал ничего. И все, и вот это копилось, 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 и была какая-то точка такая, бах, что... У вас сколько лет? В 32 там, получается, какой 2015 год, ну да, такой граница 32-33, грубо говоря, ну, летом 33 мне стало, 15 марта 2015 года, грубо говоря, вот я решил протестировать то, что вот эти информации состыковались, традиционно... Не удовлетворяла чисто функциональная твоя часть, картинка хорошая, как тебе казалось, да? Ну, картинка и то в майке хорошая, когда оденешь майку, мастерку прикрыл там бока, прикрыл живот, грубо говоря, ну, плечи такие здоровые, рука там более-менее, там, 40 сантиметров, и ты выглядишь нормально, а когда ты маечку-то снимаешь, смотришь живот... Большинство людей покажется, это такой нормальный, но ты понимаешь, что в тебе где-то 30 килограмм непонятной массы... Ну, да-да, то есть ты смотришь, что как-то не везде красиво, так скажем, где-то красиво, а где-то прикрыл, как бы, и нормально, а сам-то себя видишь, грубо говоря, в зеркало, и начинаешь... И как раз еще вот скопилось вот это, подходила как бы со второй стороны, ну, стороны информация по питанию, другая, абсолютно другая, противоположная, ну, и как принято там, начал изучать сначала теоретически, там, прочитал книжку вот эту, китайское исследование Колин Кэмпбелл, там, вот это первое было... Кстати, книжку с задения буквально прочитал ее, с залпом, то есть там настолько я что-то так и загорелся, залетела она за день, ну, и потом вот этих блогеров, там, остальных всех начал смотреть по питанию, ну, и все, и получилось такая, как два войска, как или как сказать, одно войско знаний, да, и второе, вот войско знаний, оно столкнулось как бы в такой битве, и ты не понимаешь, где правда. То есть одна говорит, что ешьте там мясо, молоко, там незаменимые аминокислоты, там витамины, куча всего. То, что я изучал в университете, у меня высшее спортивное образование в этом фитнес-клубе, мы тоже постоянно там везде все обучались. А с другой стороны начала подходить информация, что не так все очевидно, что, оказывается, питание надо чуть-чуть по-другому питаться, что побольше нужно там овощей, фруктов, вот этой клетчаточки, что, оказывается, у нас там наше состояние зависит от микрофлоры, которая находится, грубо говоря, в кишечнике, а вот эта микрофлора, соответственно, она, ну, та микрофлора, грубо говоря, которую мы кормим, да. То есть какую микрофлору кормим, такая микрофлора у нас и размножается. Ну и все, и с помощью теории оказалось, что разобраться невозможно. Там ученые, исследования всякие, и здесь ученые тоже куча исследований. Я решил поставить эксперимент на две недели. Думаю, уберу там мясо, молоко, вот это все, весь этот животный белок. Думаю, ну и посмотрю, потому что, ну, надо проверять. В итоге, через две недели, даже через две недели у меня состояние настолько улучшилось, настолько улучшилось, я почувствовал прямо такие положительные моменты. Ну, легче какая-то, выносливость, какая-то энергия, сила начала появляться. И самое главное, вот этот жирок начал уходить. Я смотрю, хоп-хоп, какие-то мышцы, какие-то рельефики пошли. Ну, я решил продолжить. И вот сейчас уже восьмой год, продолжил, за месяц это все там сбросил 25 килограмм, при том, что сбрасывать их цели не было. Цель была, именно вот здесь вот ключевой момент, на что нужно обратить внимание, цель была просто сместить рацион питания, ну, сделать его более правильным. Более правильным. То есть не такая задача, как обычно, да, там все хотят. Вот диета, диета, или похудеть, или еще что-то. Нет, я хотел прямо реально на все в долгосрочной перспективе все просто поменять, чтобы питание было более здоровым. И вот чем оно здоровее становилось, тем автоматически, как следствие, как следствие улетал вот этот лишний вес, который был не нужен мне. И тело начало, ну, начинало приходить, ну, в такой красивый вид. За месяц 25 килограмм. Ну, да. И потом уже не снижалось. Ну, потом у меня там был эксперимент на фруктоедении, я там почти два месяца был на арбузах, но как оказалось, что у меня, ну, за вот этот месяц, естественно, не успевает микрофора полностью перестроиться. И получилось, что я поторопился. То есть поторопился, как бы, я это понял. Я это понял, нужно всегда осознавать свои ошибки, осознавать, анализировать. Я вернул, как бы, ну, часть вареной еды. То есть животного белка у меня уже не было. А вот эти, ну, какие-то кашки, гречку, рис, ну, вот такие вот моменты, ну, термически обработанные еды. Но она стала, ее стало совсем небольшое количество буквально раз в сутки. Буквально раз в сутки я ем. Ну, и сейчас вот до сих пор оно так осталось. То есть раз в сутки это какая-то гречка с салатом. Все остальное это, ну, вода, буквально 2-3-4 каких-то фрукта. Это весь вот рацион, который сейчас вот у меня остался. Ну, когда вот я вареночку вот эту чуть-чуть вернул, у меня немножко вернулся вес вот в 73 килограмма. А опускался до... До 68. 68. Ну, а вот этот уход веса, он ничем не сопровождался? Никакими болезненными состояниями, очищением? Я не знаю, к чему бы это привело, если бы я дальше продолжил. Но это сопровождалось, короче, начали очень сильно падать тренировочные эффекты. То есть, ну, такие физические качества, как сила. Обычно там, ну, вот выносливость, да, повышается. А тут я смотрю, и выносливость начала как бы проседать, то есть, ну, на беге. То есть, ну, все результаты начали прямо падать, 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 падать. Ну, я не стал дожидаться, не стал проверять, что там будет дальше. Потому что, ну, очевидно было, что, ну, с организмом, ну, что-то не так. Что-то я какие-то ошибки... Это чисто на сыроедении ты имеешь... Ну, получается, да, даже не сыроедение, а фруктоедение. Ну, а когда изменил ты питание, ты же еще вареную пищу ел, да? Когда ты начал перемены какие-то... Ну, да, там я убрал только мясо. Мясо, молоко. Ну, вот эти животные белок я весь убрал. А остальное, да, там у меня два, даже три раза как-то было, по-моему, в день даже варенку ел. И состояние нормальное было, ничего, никаких там... Ну, единственное, вот этот переходный период, как обычно там бывает, вот эти головокружения могут быть, когда встаешь там с дивана. То есть, ну, вот эти вот признаки переходного периода, когда организм перестраивается, там какие-то яды вот эти в кровь выбрасываются. И, ну, может такое. Ну, это временное явление, как бы, если это, так скажем... В течение месяца, короче, где-то было, да? Да, может быть, и меньше, наверное, да. То есть, основная такая фаза. То есть, ну, возможно, вот эта фаза как раз людей и отталкивает. Может быть, они до нее доходят. Начинают, говорю, там, с дивана вставили. Ну, встал, ты можешь потерять, грубо говоря, ну, сознание такое. Раз такое, нужно там придержаться за шкаф, например. Но я просто знал, как бы, уже теорию-то я изучил, и, ну, понимал, что происходит, и просто дальше, как бы, отслеживал. И все, оно меньше-меньше-меньше, и прошло, и все, там, буквально, говорю, в течение месяца. Это при том, что мы, когда питались, да, вот, типа, спортивный, накачивали там масло, ну, мы не ели каких-то прям отвратных вещей, там, трансжиров, колбасы. Ну, да-да, у меня даже говядины не было, ни свинины, ни говядины. Это я ел буквально грудки, просто запеченные на воде в духовке, просто на воде. То есть мы считали, что мы идеально питаемся для того, чтобы устроить организм. Да-да-да, то есть без кетчупа, без майонеза. Майонез у меня, оказывается, ну, он там до этого отпал уже давным-давно. То есть у меня были такие, которые там, ну, вот яйца считался, там, самый качественный белок, это куриные яйца, вот я их ел, вот эти грудки, ел, грубо говоря, без всяких там приправ, майонезов, кетчупов. То есть эти бифидоки, там, кефир, бифидок, бифилюкс. Это же вообще, ну, казалось, это все полезно. И я не понимал потом вид-то. Думаю, я такую полезную штуку кушаю, а почему у меня вид-то несоответствующий? Потому что, ну, посмотришь, там, блогеры, они говорят, там, вот, едим, там, грудку с гречкой, там, с рисом, там, туда-сюда, кефирчиком попиваю. И смотришь, они такие все спортивненькие, сухие. На себя смотришь, а у меня такого нету. Значит, что-то там недоговаривает, что-то недопоказывает. Грубо говоря, так, что... Да, было полное сознание, что питание суперздоровое. Там все эти незаменимые аминокислоты, как бы, я ем. То есть они там расщепляются, из них мышцы растут. Вот такое было, да, понимание. Понятно. Ну, все очень быстро, получается, произошло. Ну, резко, да, резко. Осознание не приходило потом еще несколько месяцев. Я смотрел себя в зеркало, особенно там первые фотографии какие-то сделал. Я очень сильно удивился, думаю, нифига себе, это такая, как... Начинала появляться как раз форма, которой я хотел раньше. Я думал, почему у меня не было, а тут вот, она начала как бы и появляться. Но делать оказалось. Есть. Нужно, оказалось, полностью противоположные продукты. Ну, а по вот этим моментам с медицинскими анализами ты никогда не экспериментировал, ничего не изучал? Я изучал как бы только у тех каких-то там фруктоедов, сыроедов. Они там сдавали, ну, сдавали как бы анализы. И я смотрел как бы по ощущениям, то, что они себя, ну, показывали, рассказывали, что с ними происходит. Я видел, что со мной то же самое. И они, когда сдавали анализы, я просто прикинул, что, ну, наверное, у меня анализы такие же. Но вот единственное, вот у Кати, у жены как бы сестра Даша, она пошла сдавать анализы. То есть это, ну, наши как бы тоже надежный человек, которому можно доверять. Она буквально, по-моему, две или три недели, она, по-моему, первую эту книжку прочитала, китайские исследования. И вот она две или три недели находилась на этом питании, пошла, сдала анализы. И врач сказал, что таких хороших анализов он не видел вообще никогда. То есть, ну, за всю свою, как бы, врачебную деятельность. Буквально, говорю, там, две или три недели человек побыл. Ну, я лично не сдавал, то есть, ну, вот. То есть чисто по своим ощущениям просто нет какой-то необходимости. Волосы не выпадают. Ну, да, то есть никаких проблем нет. Состояние, как бы, сейчас, говорю, вот особенно восьмой год, оно все лучше, лучше, лучше. Сейчас, говорю, там, по тренировкам эти физические качества, там, растут все, рекорды бьются, 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 бьются. У меня 65-66, но у тебя вес больше из-за того, что ты можешь больше нагрузки дать на мышцы. Ну, я, как бы, могу сказать, как я этот вес обнаружил. Вес обнаружился практическим путем. То есть при данном весе я, ну, увидел на практике, что я могу тренировать все физические качества. То есть и силу, допустим, и выносливость, да, которые, ну, считаются, как бы, противоположны, да, то есть если человек силу тренирует, у него плохая выносливость. Те, которые выносливость тренируют, у них там плохие силовые показатели. И я обнаружил, что при данном весе 73 килограмма у меня, я могу наращивать и силу, и выносливость. Если вес смещается куда-то выше, там, да, какие-то силовые показатели, они начинают расти, типа, ну, жима лежа, где вот эта масса, как бы, собственно, как бы играет. А все остальное, оно начинает проседать, там, подтягивания, бег, и вот чувствовать себя начинаешь, как бы, хуже. То есть пропадает вот эта энергетика какая-то, вот, ну, энергия, сила пропадает. Ну, хуже соображаешь. Если вес уходит ниже 73, там, наоборот, как бы, падают силовые, и, но до некоторого момента могут расти по выносливости. То же самое подтягивание бега, оно тоже немножечко может расти, но потом тоже собака начинает проседать. Хотя, казалось бы, ты легче становишься, вроде бы, легче тело, легче подтягиваться, но на практике есть определенный момент, что тоже начинает просаживаться. То есть легкость веса не помогает. То есть ты начинаешь подтягиваться меньше, все равно меньше, хотя ты легче, грубо говоря, весишь. Ну, и, в общем, вот эти 73 килограмма найдены на практике, на практике. То есть они тебе позволяют находиться в одном весе и улучшать физически? Да, все физические качества растут, и физические, и умственные, грубо говоря, и чувствуешь себя великолепно. То есть, ну, вот, самые идеальные ощущения именно при, ну, при данном весе. То есть смещение куда-то туда или сюда, оно уже есть минусы. То есть, ну, определенные. Ну, понятно. Какие спортивные мечты, желания? Ну, сейчас, так как я, ну, тренер по ОФП, тренирую, как бы, людей, и я занимаюсь еще параллельно исследованием, потому что, ну, оказалось, что очень много вопросов не закрыто по тренировкам. По питанию, в принципе, мы закрыли вопрос. Я не знаю, по питанию у тебя остались какие-то вопросы? Ну, что-то надо изучать еще, я не знаю. Да всегда можно оставлять, как бы, окно, форточку такую открытую для каких-то новых знаний, которые можно поразмышлять на их счет. К примеру, какие-то, возможно, вот эти природные добавки, которые могут как-то отразиться на нашем состоянии. Те же самые травы, какие-то вот суперфуды, так называемые, которые можно использовать и какие-то подбирать варианты, которые могут отразиться на состоянии. А чисто формула по питанию, наверное, она... Ну, получается, какие-то бонусы без вреда для здоровья, да, получается? Не стимуляторы, а именно как просто восполнить, возможно, какую-то... Ну, может быть, но это уже, как бы, такие моменты, что уже человек, там, если вот основную базу, как бы, схватил, дальше уже, там, может развиваться. Потому что, как бы, на данный момент я по питанию увидел, как все это работает. Ну, и все, как бы, мне дальше изучать нечего. А вот по тренировкам, да, еще вопросы остаются. И сейчас найдены, там, такие, как бы, методики, которых мы и не изучали в университете. И вот эти методики, они начали давать мне такие тренировочные показатели, которых у меня не было, ну, генетически просто. Я раньше тренировался и упирался, как бы, плата такая была, да, и дальше. Ну, и, в общем, результаты не росли годами. То есть годами, десятилетиями прогресса не было. И вот как только ты, ну, грубо говоря, применил вот эти вот новые варианты, как бы, тренировок, методик, потихонечку это начало расти дальше, дальше, дальше. И, ну, по сути, как бы, я тренируюсь для того, чтобы добывать знания, с помощью которых тренировать людей. То есть это вот это одно, ну... То есть все, что сейчас есть в фитнес-клубах, вся какая-то теория физического развития, она вся, ну, не понравилась тебе? Ну, она не то, что не понравилась. В ней обнаружилось очень много неточностей, я не знаю, как сказать, неточностей, обшибок. Не давало результатов. Да, то есть данные все методики, они как раз предполагают, что, ну, ты доходишь до определенного момента, а дальше тебе нужно, ну, принимать какие-то вот эти специальные, вот эти спортивные, запрещенные какие-то препараты, грубо говоря, чтобы, ну, дальше вот эту показатель, ну, так скажем, пробивать генетику с помощью препаратов. А мне хотелось, как бы, оставаться здоровым, потому что вот этих препаратов, естественно, там побочные явления всякие есть, которые не очень хорошо на здоровье сказываются. А мне-то хотелось, как бы, и быть здоровым, и чтобы и тренированность росла. То есть вот в чем, вот в чем, как бы, фишка. И поэтому вот данные методики, которые сейчас, они вот позволяют вот эти результаты наращивать дальше, дальше, дальше. Ну, вот один из показателей, который вот у меня был там в свое время, я застопорился там на подтягивание, 46 повторений. И вот лет 15, наверное, я так и не мог пробить этот рекорд. На данный момент, вот на сегодняшний день, ну, во-первых, и там мне и было лет 20, там, не помню, 22, там, или сколько, 25, да, где-то, ну, где-то вот такой диапазон был. Сейчас-то, как бы, 40 уже. И потянулся уже 70 раз. То есть было 46, и даже на одно повторение я не мог там за 15 лет, как бы, пробить, а сейчас уже 70. Сейчас уже 70, и результат не останавливается. Прямо, ну, виден потенциал, как бы, дальше, дальше, дальше. Ну, то есть это такой диапазон, который говорит о том, что что-то найдено. Ну, да, да, то есть это не случайно. То есть если результат не рос 15 лет, ты, грубо говоря, тренировался, тренировался, тренировался. После высшего образования даже ничего. Ну, да, 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 то есть мы закончили университет, высшее образование, то есть там у нас эти оценки все на отлично, этого биохимика мы мучили еще после пар, оставались, там ему вопросы задавали, там брали дополнительные книги, он там какие-то секретные нам книги давал авторов, это все прочитывали, изучали. То есть помимо высшего, оно получается как бы высшее с плюсом, наверное, как это назвать, потому что помимо того, что давали в университете, еще как минимум в 2 или в 3 раза больше изучалось еще дополнительно. И вот эти все знания, они никоим образом не помогли. Не дают. Не дают, потому что я пока учился, я же еще работал, все тут же проверял, смотрел, и уже видел, что что-то не то, что-то не то, как бы не работает, без препаратов не работает, к сожалению. Так что, ну и вот таким образом сейчас продолжает все расти, и при том, что вот эти методики, берешь какое-то любое упражнение новое, и там все растет, то есть как бы независимо от упражнения. Вот сегодня, кстати, там что, джим лежа я пожал, как раз тут мы ездили отдыхать, там что-то неделю-полторы пропустили, сегодня я подхожу к этому жиму лежа, пожал по рекорду получается, ну там практически как бы по рекорду, но выше тех значений, которые мне по тренировке до этого были. И пожал как бы очень легко, то есть видно, что это даже на коротких отрезках даже не откатывается, то есть меняется вот эта генетическая как бы, называется она композиция, мышечная композиция. Ну и это только не только у тебя, с тобой много занимается. Ну да, мои подписчики, зрители, то есть меня вот все время спрашивают, а вот ты говоришь, говоришь, а как доказать? Ну, а где доказательства, говорит, ну, твоей вот этой информации, вот этих методик. А доказательства очень простое, очень простое. У меня есть ролики, все в открытом доступе, есть прямые эфиры. Просто берете, вот то, что я рассказываю, пробуете на себе, видите, как у вас растут результаты, это самое главное доказательство того, что все работает. Потому что, что бы я ни показал, там будут говорить, там, не знаю, смонтировал, не смонтировал что-то, съел, там, может быть, допинг съел, еще что-то. Но когда люди сами на себе возьмут там петли, с ними поподтягиваются, грубо говоря, сами, как бы, попробуют, ну, самому себе того, как бы, наверное, уже будет верить человек. Так что это самое главное доказательство. То есть берете то, что я рассказываю, пробуете на себе, проверяете, оно работает, все. Вот стопроцентное доказательство. Понятно. Короче, по всем качествам полностью здоровый человек. И в расцвете сил большие какие-то горизонты, дальше развиваться. То есть 40 лет это даже не середина, наверное. Ну, получается, у меня возникло даже такое ощущение, что вот с 15 марта, вот когда я переключился, да, вот сколько там, 2015 года. У меня такое ощущение, я вот даже назвал это, как, не знаю, как вторым день рождения, что ли, то есть как-то так. То есть вроде как официально 40, а так получается сколько там, 7 годиков. То есть как будто вот началась какая-то перестройка, организм заново начал перестраиваться, как на клеточном уровне. Такой физической формы не было никогда. Вообще никогда, да. Вообще никогда, то есть... Так быстро не бегал, так быстро много не подтягивал. Вообще ничего. То есть по всем упражнениям прогресс, и он не останавливается. То есть как бы таких прогрессов не было раньше. При том, что, говорю, в 8 год нет вот этого животного белка, с которых, как принято, принято понимать, что берутся оттуда вот эти незаменимые аминокислоты. Ну, кратенько скажу, что вот эти там аминокислоты, они, их вырабатывает как раз вот эта микрофора, то есть которая вот эта восстанавливается, наша родная микрофора, которая питается вот этой клетчаткой от овощей, грубо говоря, фруктов. И вот эта микрофора вырабатывает абсолютно все, витамины, аминокислоты. Ну, опять же, я анализы как бы лично я не делал, да, то есть там много там этих других людей делали, я смотрел. Но по ощущениям никаких проблем нет. То есть, ну, когда ты запрыгиваешь на турник и подтягиваешься как бы 70 раз, ты понимаешь, что это тоже, блин, доказательство того, что вот оно, работает. Когда ты практически можешь это исполнить. Ну, да. В общем-то, несложное было все это. Ну, единственное, что барьером было, это только свои взгляды поменять, которые традиционно держат человека. Ну, барьер, да, когда ты двигаешься с общей массой, грубо говоря, с общим мышлением, и, так скажем, и не задумываешься ни о чем, да, тогда вот, грубо говоря, и начинаются проблемы потом вместе со всеми. Ну, да. В общем-то, общество может предсказать, какие у тебя будут болезни, если ты... Ну, они их даже назвали, да, то есть, все вот эти... Это не болезни, я вот даже сейчас их называю, это как поломки. То есть, когда вот у человека есть какая-то болезнь, я говорю, представьте, вот ваш организм, это машина, да. Вот сел за эту машину водитель, а водить он не умеет, вот как человек, да, он не умеет, не знает, как питаться, не знает, что нужно тренироваться или как тренироваться, то есть, он не умеет водить своим аватаром, грубо говоря, своим телом. И вот так же, как плохой водитель сел в машину, едет в столб, фонарь разбил, взад дал, багажник помял, еще что-то. И все. И люди говорят, что это не водитель плохой. Они говорят, это вот болезнь. Фонаро разбитость какая-то болезнь. Или багажника помятость, это вот болезнь. И вот все. И вот эти болезни, они придумываются, придумываются. А я называю это просто неправильной эксплуатацией. То есть, ну неправильно водишь, грубо говоря, своим телом неправильно рулишь. То есть, это поломки. То есть, поломки, которые ответственны именно конкретно ты. Ну и что, и как людям сдвинуться с общественного этого движения? Какими воспользоваться? Книгами, может быть, или... Ну, допустим, если мы берем по питанию, на меня произвела книга «Китайские исследования». Не знаю, читал ты, не читал? Ну да, тоже. Вот эта книга, наверное, был такой первый шокирующий момент. Там прямо описаны опыты. То есть, питаются там вот эти мыши и крысы. Одним образом у них там развиваются вот эти болезни, раковые опухоли. Меняется питание и начинает все это проходить, как бы. Ну, вот это самая главная книга, наверное. «Китайские исследования». Потом, допустим, Колин, этот... Поль Брек «Вся правда о воде и соли». Вторая книга. Ну, книг очень много. Книг очень много. Ну, наверное, вот эти парочку, с них можно точно 100% начать. Ну, а по тренировкам, ну, смотреть канал мой, потому что вот этой информации, книг пока нет. Ну да, основная, конечно. Либо тренируются люди как-то бесполезно, либо вредно. Ну, здесь еще один момент нужно отметить. Когда человек начинает тренироваться, все думают, что если ты начал тренироваться, то ты уже как бы получаешь пользу. Но никто не задумывается, ну, или мало кто задумывается, что чтобы пользу получить, нужно тренироваться определенным образом. То есть, как бы, вот это вот ключевой момент. Не просто так пришел что-то там, а, сейчас там что-то пожмусь, что-то поприседаю, что-то подтягиваюсь. Хаотично, грубо говоря. Нет, хаотично не работает. То есть, нужна четкая последовательность действий, алгоритмы, методика. Для каждого человека это будет своя тренировка, своя нагрузка. Это вот самое, наверное... Ну, да, самый главный момент, нужно понять, что не каждая тренировка приносит пользу. Если ты там оттренировался, как бы, устал, люди думают, о, то я устал, там, потратил, допустим, какие-то калории, да, жир сжег. Не факт, не факт. Потратить ты, может быть, и потратил, может быть, и устал, но ты потом пойдешь, и все это опять наешь, и напьешь, и состояние будет еще хуже, плюс получишь какую-нибудь травму, перегруз, перетренд, перегрузишь там нервную систему. А перегрузить там можно дофига чего. Очень много систем в нашем организме, которые можно перегрузить. Не только мышцы. Ну, и сразу это тебе не поймешь. Это поймешь только... Да, через определенные... И то не поймешь, там, через 2-3 месяца тренируешь, потом думаешь, блин, а что у меня проблемы начались? А оказывается, они копились от вот этих неправильных тренировок. Так, ну что, выяснили все основные моменты, наверное, по тренировкам. Кто хочет прям войти в тренировочный режим, какие-то спортивные показатели свои улучшить, выносливость, силу, подготовиться к соревнованиям. Возможно, у вас есть дети, которые хотят сдать там какие-то спортивные нормативы. Может быть, кто-то хочет подготовиться там к вот этому... Как он, экзамен-то этот спортивный в школе? ГТО. ГТО. ГТО это вообще примитивно. Ну, на данный момент, я сейчас скажу так, что тоже кратенько, сейчас очень много людей у меня готовится на нормативы спецназ. То есть это одни такие из самых сложных нормативов, потому что там и силовые, и качество выносливости тоже нужны. И все это там делается без отдыха. То есть там есть бег и длинный, и на короткие дистанции. Есть силовые, которые там на несколько, грубо говоря, повторений, грубо говоря, на силу. И есть на выносливость, которые там по 60, по 100 раз делать. И все это без отдыха делается, подтягивается, отжимается. Какие-то выпады, выпрыгивания, беги, вот это все. То есть это одни из самых сложных нормативов, которые сейчас, ну, да ими я и занимаюсь. То есть интересно, как бы... То есть у тебя люди вообще любого уровня. Это и спортсмены, и любители, и профессионалы. Ну да, когда ты, как бы, понимаешь тренировочный процесс, у меня сейчас есть и для здоровья занимаются. То есть кому там 60 и больше лет, грубо говоря. Просто улучшить здоровье. Так что методика протестирована как на возрастных, грубо говоря, на возрастном поколении, так и на детях. С детьми вообще никакой разницы. Просто им даешь соответствующую нагрузку оптимальную, от которой они лучше развиваются. И все то же самое. Все то же самое. Под каждого человека просто надо подстраиваться. То есть не люди подстраиваются под методику, а методика должна подстраиваться под индивидуальные особенности каждого человека. И тогда все в порядке. Да, это очень такой кропотливый, сложный процесс, который нужно изучать. Это не так, что придешь, там что-то поделал в зале, туда-сюда, позанимался, как это происходит в фитнес-клубах. Здесь можно организовать процесс с головой и получать какие-то ожидаемые результаты. Вот я даже сравниваю как бы с бизнесом. Вот человек, когда бизнес ведет, допустим, ну вот магазин у него есть, и вот он должен все четко учитывать. Какие товары быстрее раскупаются, какие-то там залеживаются, чтобы они не спортились. Ты там какую-то сумму получил, ты должен распределить, что купить, что чего. То есть должна быть четкая такая структура, все должно быть записано, все должно быть посчитано. Ну иначе ты разоришься. Иначе что-то ты купишь такое, закупишься, что испортится, ты выбросишь, потеряешь деньги, и магазин разорится. И с нашим организмом то же самое. Если вы сделали там, подняли какие-то лишние килограммы, сделали какие-то лишние подходы, лишние повторения, вы начинаете разрушать уже организм. Поэтому я говорю, что здесь должно быть все четко. То есть тренировка, самое главное, понять, что она может навредить, если без головы, так скажем, без разумного подхода. В общем, понятно, много наговорились. Будьте здоровы, занимайтесь спортом, узнавайте больше про питание, как оно влияет на нас. Все в комплексе. Одним питанием не решишь проблем своих, одними физическими нагрузками тоже не решишь. Все нужно объединять в режим один. Для этого я и создал программу свою, с помощью которой я влияю на людей и расписываю им весь этот режим. Там и эмоциональная часть тоже огромное значение имеет. Это физическое, питание. Вот в таком троеугольном камне заложен наш весь здоровый потенциал. Все? Что ты хочешь? Ну, единственное, хочу как бы заострить внимание, как бы Паша сейчас как раз сказал, нужно запомнить вот этот момент, что должно быть в тандеме. То есть питание и двигательная активность, вот эта вот грамотная какая-то физическая культура, они должны идти вместе. Если начать как бы просто питаться, то наш организм, клетки, кости, мышцы, внутренние органы, они, если не получают спроса, то есть если мы не двигаемся, не пользуемся, вот этой активности какой-то не производим, то просто организм не обновляет эти клетки. Не обновляет эти клетки и тем самым мы, ну, тоже состояние как бы будет не очень. Поэтому обязательно должен быть тандем питания плюс грамотная физическая активность, физические какие-то тренировки. То есть обязательно вместе, потому что очень много я вижу, что там питание кто-то нашел, а тренироваться не тренируется, там либо худеют куда-то, там веса у них уходят, мышцы уходят, и начинаются вот эти проблемы, и потом начинают гнать на питание. Так что вот этот момент нужно понимать. То есть двигательная активность плюс питание, тандем, два, два направления обязательно. Одно без другого работает крайне низкоэффективно. Будьте здоровы!